В шведском городе Гетербург проходил один из самых крупных турниров по флорболу «Готякат». Россию на этом турнире представляли две команды «Космос» из Архангельской области и «Огоньки», зато «Озерный». О том, как прошла поездка и чем живет флорбол в России, наши коллеги зато «Озерный» подготовили сюжет. Флорболом в «Озерном» занимаются достаточно давно. В 2015 году команда «Огоньки» выиграла свои первые соревнования в Твери. В отсутствии возможности круглый год заниматься на льду, этот вид спорта был выбран в качестве простой альтернативы хоккею. Во время участия в международном турнире «Юни-Хок Раша Кап» в Великом Новгороде «Огоньки» получили приглашение принять участие в одном из крупнейших мировых турниров на родине флорбола в Швеции. При всей сложности организации такой поездки не воспользоваться шансом и заявить о своей команде на таком престижном кубке было просто непозволительно. «Огоньки» из «Озерного» отправились в Швецию сначала поездом до Санкт-Петербурга, автобусом до Турку, паромом до Стокгольма и снова автобусом до Гетенборга. Проделав путь почти в 2000 километров в одну сторону, сложно представить, что чувствовали ребята, впервые попав в другую страну. В 1994 году начал стартовать Готия Куб и Небанду. Изначально было 100 команд, а сейчас 470 команд. Естественно, это интернациональные команды из разных стран, и в том числе из России. Флорбол по-русски основан именно в Швеции, поэтому очень здесь шведские подростковые команды, они, конечно, с голосальным опытом, которые могут поделиться и преподнести уроки. В Швеции с населением в 10 миллионов человек больше тысячи детских флорбольных команд, и 400 из них участвовали в Готия Куб. Сумасшедшая поддержка на всех 28 полях, где проходили игры. Конечно, интересное развитие очень большое, когда встречаются именно интернациональные команды из разных стран. Конечно, естественно, это очень интересно. К сожалению, пробиться дальше одной из 16-ти малого финала «Огонькам» не удалось. Здесь каждый уголок Швеции имеет несколько команд с мировым именем. Всего на турнире было почти 500 команд из 8 стран, включая Россию. И сами по себе игры и счет на табло, по сути, не имели значения. Главное, что команда «Огоньки» посетила родину флорбола, узнала, к чему стоит стремиться.